Продолжение следует... 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 Вы же присягу давали. Говорить правду. Уважаемый, мне не надо вот... Мы давали присягу? Давайте, давайте, давайте. А вот оберните, пожалуйста. Там замечательная надпись есть. Я с вами более-более... Я тоже с вами. Более... Дискутировать не хочу, понимаете, по этому поводу. В данный момент вы ведете видеосъемку, вы ведите. Они меняли. Ну, не важно, кого, кого. Пожалуйста, заявление вы принесли, вы сдадите его в законном основном порядке. Мы же не хотим коррупционно как-то решать. Мы по закону идем. Меня спросили узнать удостоверение, так сказать. Вам предоставили? Я спросил, да. Все. К нам прибыли? Нет претензий? Нет. К вам вообще никаких вопросов нет. И граждан, которые здесь находятся, тоже нет. Нет. Все, спасибо. Владимир Владимирович, а вот смотрите. Уважаемые посетители, в комнате приема граждан ведется видео и аудиозапись. То есть ведется, все нормально. Поэтому... И по поводу... И будет здесь. Сейчас у перерыва ничего не о том. Или на своде заблуждения, что у них перерыв час удалось. Вот, написано график. Нет, ну какой здесь перерыв? Здесь субботы. Здесь прием граждан должно быть прописано. Вот написано, что прием граждан. Вас предупредили, да, что сейчас у нас нет? Нет, нет. Нет, нет. Нет обидного перерыва. Нет, а вот на... А вот здесь вот нет. Вот прием граждан написано. Только что парейся... Дело в том, что передать заявление в три минуты, одна минута. Я думаю... Это МВД. Мы больше, мы дольше ждем. Это как... Если нам откажут... Это как инспектор. Понятно. Следственный комитет же с народом. Какие проблемы? Война, война. Это просто ребенок в опасности, да. Хотя, я хочу вам зафиксировать, если поднять журнал, то мы вперед пришли, раньше пришли. Это женщина. Да это не важно. Мы раньше пришли, это женщина. Галант на пропустение. Нас галант отодвинут. Господи... Господи... А? Катеринский, ян Николаевский, является заместителем. Папел, расскажи, что это такое. Да вот, табличка такая. Тут про статью 20.1. Коапа, да? И, соответственно, про статью 130 Уголовного кодекса хулиганства может послужить штраф в размере до 200 мрот и лишение свободы на срок до года. А эта статья уже, насколько я помню, в 2011 году уже декриминализована и отменена. Нет такой статьи больше в Уголовном кодексе. Вот. А они, получается, воют в заблуждении людей. Так, в чем уже это здесь тогда висит? Не знаю. Наверное, с тех пор, с самых древних, это не снимали ее, да? Да, с тех древних времен, когда еще динозавры ходили по этой земле. Вот, собственно. Динозавры – это люди, которые не знали своих прав. Да. Павел, Борис, смотри, у нас огромные такие буквы висит 319-е оскорбление. Как вы думаете, почему вот на фоне всего остального мелкого шрифа написано, здесь именно какие-то буквы? Их что, часто оскорбляют? Ну, наверное, да, на личном приеме я думаю, что их часто оскорбляют, потому что они же, как бы, ну, люди приходят решить какие-то свои проблемы, да, но иногда не видят решения проблемы и не видят уважения к этой власти, как бы, поэтому, ну, у людей, да, у людей возникает, как бы, желание оскорбить, и многие не сдерживаются. И вот чтобы, видимо, дополнительно сдерживать, вот тут зачем-то… да, поэтому, естественно, какая санкция будет применена в случае нарушения, как бы, этой нормы, да. А самое интересное, еще, смотри, написано «публичное оскорбление», то есть, на личном приеме какое может быть публичное? Да. То есть, оно тут не работает, можно оскорблять на личном приеме. Мне вот так следователь, комитет объяснял, что если, допустим, вот ты один на один сидишь там с полицейским или с кем-то, ты, например, то нет никакой 319-я. Вот если ты там, не знаю, там где-нибудь на площади или там присутствие еще кого-то там, да, публичный, присутствие публики. То есть состав. Интересно. Вот эта табличка, мне кажется, подготавливает людей к приему, да, чтобы они не своевольничали, да, как бы вели себя податливо, ну, мне так кажется. Да, ну, это мариновочная комната, это вот такая свинью там прежде, чем умерщвить, ее там, ну, там, чтобы мясо прикольное было, ее там парят чуть ли не в бане, там ее заводят, там ублажают. А потом она, да, потом ее заводят там и умерщвляют. Может, именно поэтому там нельзя вести видеосъемку. Хотя написано, что в комнате приема для граждан ведется видео-аудиозапись, видите, как... А, может быть, здесь публичное оскорбление, потому что они здесь ведут аудиозапись, а ты здесь... Нет, в комнате приема граждан, это не комната приема граждан, это комната ожидания, а комната приема граждан вот там, где, собственно, принимают подполкан. Да, кстати, получается как-то неравноправие какое-то, то есть можно, а нам нельзя что-то снимать? Странно, да? Или... Вот, да, извиня. Че? А, ну, вот, нет, вот еще, видишь? Чтобы не дай Бог тебе подумал, что вдруг тут непорядочные, тут вот специальная цитата такая. Кстати, у нас же был процент, да? А кто же это сказал у нас? Сам царь. Пупкин? Большинство людей, ну, то есть не все 100%, значит, есть, я понял. Мы же верим президенту, да? Естественно. Если бы он сказал 100%, вы сказали, что 100% порядочных людей. Нет оснований не доверять. Поэтому какой-то процент, а какой процент мы, я думаю, сами решим, непорядочных людей, можем не выделить. Это еще там ни хрена ничего не будет. Вообще-то тупик висит. Вообще, вот это у меня, кстати, фраза «порядочные люди» вот не нравится. Большинство людей, работающих в госструктурах, это порядочные люди. Как будто вот есть непорядочные... Остальные мусора. То есть, и бывают, и... А что там у нас с Бастрыкин? А он у нас работает, видишь? Считая наиболее важным направлением работы на современном этапе является борьба с коррупцией в органах государственной власти, где ее проявления наиболее опасны. Да, действительно. Работает он. С тобой думали сложно. Смотри, если так прочитать, то значит, Бастрыкин возьмет это на контроль, да? И восстановит наши права. Так это он говорил, знаешь, как давно. Да? До того, как. То есть, он должен... Пацаны, а вот честно скажите, вы вот как думаете, как думали раньше, вот если бы вас там вот убивали реально, то типа кого-то бы наказали за это? Раньше не думали. Я думаю, что даже не то, что не наказали бы, а нас не нашли бы, и нет дела, нет дела. Подменяйся, что он не ходит, мы его не трогаем. То же самое и здесь. Будьте любезны, вас попросили хоть в комнате ожидания, а не хоть по коридору. Не, вы просто услышали, что тут какой-то конфликт. Это не конфликт, просто разговаривают. Вас попросили, следователь, обед подождать в комнате ожидания. Правильно? Будьте любезны, обождите, пожалуйста, там. В комнате ожидания. Нельзя ходить? По коридору в обедное время. Сядьте, пожалуйста, обождите спокойно. Почему? Время скорого будет кончиться обед. Как почему? Потому что тут находятся дальше кабинеты, которые находятся. Вот есть там два кабинета приема и ожидания. Будьте любезны, пожалуйста. Пойдите. Ну, я могу тут свободно перемещаться? Или нет? Вас попросили, помните, ожидали. Хорошо. Тогда я вот сейчас со своими коллегами пройду туда. Хорошо? Один коллега пройду, и другой останется. Так, кто оттуда останется? Как сказали, что ухаживали, значит, нельзя. Если что, не пускай, что ли? Говорят, как вам сказали, значит, сказали. Все. Борис Владимирович. Борис Владимирович. Боря, тебе сказали. Место. Боря, фу. Сейчас еще закроют нас тут, короче, пацаны. Можем ящик оставить просто, на видео записать. Ящик. Это вообще свинство. Что такое? Это реально вот обед все. Мы пришли, начался обед, хотя человека приняли уже после. И он женщину принял. Да, да. Они пока выясняли, можно ли здесь вести видеосъемку, и нас не пропускают. Это как сафоний. Ну что, заинтересно. Длинная работа, когда будет на брусах, коридор, брат. А сейчас нам еще говорят, ну, вам же сказали, нельзя тут ходить, типа, по коридору. Сказали же. Сказали же, да. Мы вам же сказали. Потому что они сказали. Да. А что так может произойти на личном приеме, что вот категорически? Я считаю, что этим действием, этим действием, как вы говорите мне, вам запретили идти на прием. Надо вжало такие действия. Да? То есть, понимаете? Бумагу надо, что нам не запретить. То есть, вам надо сдать мобильные телефоны, все сдать. Вы готовы так идти на прием? Нет. Нет, конечно. Нет? Мы не верим. А нужно спросить, соответствует ли действительность эта табличка? Ну, смотрите. А можно с собой ее? Вход с мобильными средствами связи, видео, радиоаппаратурой, категорически запрещен. То есть, вы хотите заявление сдать? Вы готовы сдать при таких условиях заявления? Я боюсь. Нет. Не-не-не-не. А можно бумагу просто попросить, чтобы обжаловать? Что обжаловать? А вот она. Нет, это не бумага. Вам сейчас будет требование, будет требование, и все. Уборство ее наклеивано, нечаясь, нечаясь. Бывают шутники, конечно. Давайте сделаем так. Давайте вызываем 0-2. Пускай зафиксируют. Проведут УРАЭМ. Куда другое дело? Нам надо зафиксировать. От чего? Куда идти? Не сложно. Посмотрите, граждане пришли. обратиться с заявлением. Правильно? Согласен. Вы смотрите, у меня прокомнился уставничек. Что здесь написано? У меня меньше, так и вы меньше. То есть, граждане попадают в тюрьму, только в тюрьме надо сдавать. Вы согласны? В тюрьме следственном изоляторе сдают. Правильно? Вы расскажете. А он не пропустит. Нет. Вы же задали вопрос. Я же вам не жалуюсь. Вы задали вопрос, я вам вопрос, как человек. Вот и все. Начинайте, Дмитрий. Что вас сюда привело? Как вы сюда прошли? Я возмущен до глубины души. Я приехал в Следственный комитет написать заявление. Только Путин не загорелся. Я поставил автомобиль на платной подковке, который стоит 380 рублей. Час. Здесь места нет. Я приехал в обеденный перерыв. Но режим работы в Следственный комитет с 9 до 20. Вот эта информация, которая здесь находится, я могу воспользоваться с 9 до 20 часов. Я не смог этого сделать ни здесь, ни на стендах, потому что меня Росгвардия, охрана на входе не пропускала в это помещение. Два часа уже, заходите. Скажи мне, а ты вот являешься активистом общественного проекта движения? Являюсь. Я... Скажи мне, пожалуйста, как ты-то не нашел парковку? Тут парковка, вон, для автомобилей Министерства обороны, с уточняющей табличкой, которую мы не берем в расчет, соответственно, бесплатная парковка, где была куча мест. Друга, чтобы куда-то припарковаться. Здесь машина хаотично набросана, во дворах они стоят на тротуарах, здесь просто невозможно стоять. Вы когда шо, без очереди прошли, мы вынуждены были ждать еще. Где это? Куда жаловаться? У меня оплата почасовая. Кто им будет компенсировать? Не знаю. У меня здесь все, все проходите. Ваш академент. Одно для вас, одно для вас. Я заеду тебя тоже. Все проходите так. Ваши все паспорта, документы, удостоверяющие личность. Кто подает конкретно? Все, все подает. Ну, тогда должны все подписаться. Да, конечно. Двух черных глазах. Я наносим. Сорокин, это вы, да? Да. Сорокин, это вы, да? Да. Вы тоже подписали. Вы здесь находитесь, я нахожусь, я должностное лицо. Я вас принимаю заявление. Давайте мы без всяких комментариев обойдемся, хорошо? Он принимается? Нет, мне все нравится. Вы должны понять, я принимаю граждан. В мои обязанности входит прием граждан и, значит, заявление, обращение. Поэтому вы... Вы у вас там входит, скажите, пожалуйста. Послушайте, вы пришли для чего? Подать заявление, значит, давайте попрошу туда молчать. Помолчать. Да ладно. У нас Сорокин просто, да? Да, да. Ну, так совпало, да? Я решил пошутить. Инспектор... Неудачный. Неудачный. Он так решил. На чем инспектор, вы правильно сказали, что он станет инспектором? Неудачный шутки. Максимум, даешь. Неужели инспектор? Не инспектор. Алексей Анатольевич. Со званием там ошиблись. Да, немало. Здесь вот это, наверное, ваше задание просто принять заявление. Конечно. То есть, что попозже, что к вам... Никаких комментариев мы не даем, конечно. Но особо разницы нет, вы говорите, как рекомендовать? Вы, коль я здесь уже пришли, я вас приму у всех, ваше заявление, согласно порядку предусмотренного. Какая у вас судьба дарится, что заявляет? Будет отправлено по компетенции. И вам дадут в течение, в соответствии с законодательством, вам дадут ответ по адресу, который вы указали. Алексей Анатольевич, это очень хорошо, что вы пришли не по почте, чтобы вы видели, как он разручается с гражданами, как он взвинченный, недовольный жизнью. Так, комментарий, пожалуйста. Мало званий, наверное, у меня. Не знаю, кто кушает. Давайте делать пожар, если вы хотите. Комментарии потом дадите. У вас будет возможность. Я попрошу вас помолчать. Я оформляю документы. У вас устраивается здесь, получается, базар. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Это у вас. Это у вас базар. Давайте, Вене, что-то такое. Вы у нас переписали. Я еще вас не переписал. Я у вас, зачем? Вы присутствует, я сейчас вас всех перепишу. Нет, просто у нас делегировали свои полномочия адвокату. Ну а тогда для чего? Если вы делегировали, я так же принял бы заявление. Данный момент делегировали. Нет, мы думали, какой-то будет с нами разговор. А какой будет? Я у вас принимаю граждан. Я принимаю гражданые заявления. Я никаких комментариев не даю, потому что в мои должностные обязанности входит прием граждан и корреспонденции. То есть не опрос, ничего. Конечно. Это в полиции там. А будут обращаться здесь, да? Ну, куда отправиться по компетенции, будут рассматривать ваше обращение. Алексей Анатольевич, послушайте, а вот у вас тут висит информация, она для граждан предусмотрена? Да. Да, она соответствует действительности? Да, действительно. Слушайте, а вот тут предусмотрена статья 130 уголовного кодекса. Прием отмечен. Спасибо. По возлюблению приняем. Спасибо, все. Касса там, да? Дверь там. Удачи вам, граждане. Ну что, ребятушки, так вот мы подали обращение в Следственный комитет, но обращения, по сути, приема как такового не было. Просто, считайте, подали заявление, висит информация для граждан не соответствует действительности. Снимать тут запрещают. В общем, ужас. Ужас. Что происходит, да? Я смеюсь, что нам тут помогут, да? Помогут нам тут, как думаешь? Сами себе бы они помогли бы. Ну, вот видите, как. Это соответствует все действительности. Это машинка, которая... Да. А, ты попозже пришел. А что это? Что это за машинка? На Бауманской. Стояла машина, ходила за тварь. На Бауманской? А наша? Это же с этим же номером? Это же машинка. Да ладно. Мы ее немножко прогнали, а потом приходим сюда, ее вызвали, чтобы нас осмелять. Да. Я так и понял. Ну, такие вот дела, Андрей Викторович. А вы думали, примут, нас выслушают, да? Примия выпустят, думали, да. Да. Ну, вообще, конечно, дичь. Статья из уголовного... Борис, что ты говоришь, не лица делаешь? Потому что камера не включилась. Так, подписывайтесь на канал, поставьте там видео лайк, напишите много-много комментариев, что вы думаете по этому поводу. Подпишитесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал, группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. А также у нас появился новый Турбо Телеграм-чат для подписчиков. Там уже более 500 человек, поэтому подписывайтесь туда, общайтесь с нами и между собой. Вот. Ну все, всем удачи, всем пока. Борис и за свои права. Лучше между собой.